Всем большой привет, ребята! Решила сегодня для вас поснимать обычный мой день, обычный влог. Но на самом деле он не такой обычный, потому что завтра у моего мужа день рождения. Поэтому у меня сегодня очень много приготовлений. Хочу для него приготовить торт, также там основное блюдо мясное. Поэтому приглашаю вас вместе со мной провести этот день. На фоне у меня тут играют рождественские мелодии, так как уже декабрь, предновогоднее состояние. Поэтому, чтобы, конечно, было также и предновогоднее настроение, я вот так вот включаю и делаю, делаю разные дела. Собираюсь сегодня приготовить голубцы. Тут уже я приготовила все для зажарки. Лук, морковка. Тут у меня уже размораживается фарш, также добавила лучок. Сейчас поставлю варить рис, ну и, в общем, буду делать начинку. Тут у меня в кастрюле кипит водичка. И, как вы видите, я тут работаю уже с капустой, снимаю листья. Я уже готовлю зажарочку. В зажарку я также добавляю вот такие вот томаты. Тут получаются обычные резаные помидоры, томатный сок, соль и лимонная кислота. Больше ничего. То есть это обычные резаные помидорчики. Чтобы не чистить, не режут, вот беру такую банку и добавляю мою зажарку. Добавляю прованские травы и перец. Конечно, немножко посолю. Смотрите, какая у меня есть новогодняя подставочка для ложки. Тоже приобрела недавно. Вот сейчас вот будем так положить вот так. Кстати, не показывала мой маникюр. Вот сделала вот такой новогодний маникюр. У меня в декабре всегда это красный. Но тут его разбавила вот таким вот золотым цветом. Это золотые такие блестки. И вот такие вот звездочки. Маникюр, кстати, уже целая неделя. Но ногти растут у меня не очень быстро. И вот девочка, куда я хожу, мне очень нравится, как она делает. Делает она очень-очень аккуратно. В общем, я в восторге на данный момент от своего маникюра. Что-то я, ребят, готовила-готовила и проголодалась. Поэтому сейчас буду кушать. Смотрите, что я вчера купила. Это вот в магазине продавались вот такие перепела копченые. Обычные пробовала, именно приготовленные в духовке. А вот такие еще не пробовала. Сейчас буду пробовать. Думаю, будет вкусненько. Загорелась у меня уже подсветочка. Уже начало четвертого часа. И вот в три часа ровно у меня автоматически загорается вот эта вот подсветка. Заказывала я ее в Икеа. Сама удивилась, когда первый раз она у нас так зажглась. Тут у нас такие вот красуются снежинки. Они еще так переливаются. И сейчас вам покажу. Вот такая подсветка. Тут получается, я включила. То есть, если вы выключите, она загораться не будет. А как только включаете, то ровно как начинает уже немножко смеркаться, темнеть, она автоматически включается на 6 часов. То есть, вот видите, указано 6 часов. Сейчас ровно в 9 часов вечера она выключается. Так, ребят, мы уже с сыном в машине. Надо кое-что докупить. Как я сказала, что я буду готовить торт. Я посмотрела, что еще и для салата у меня кое-чего не хватает. Поэтому едем за продуктами. Ну и также, конечно же, надо купить подарок. У меня подарок готов, но я еще хочу, чтобы Тимочка, наверное, тоже подарил какой-то подарок. Поэтому отправляемся. Посмотрим. У нас открылся новый магазин. До этого был, ну тоже, как бы, бренд Bix. Сейчас переделали соседи. Поэтому отправляемся вместе с нами. Покажем, что и как у нас в новом магазине. Покажем. выбираем ребят что-нибудь из вот таких наборов тут у нас их очень-очень много вот сумочка предлагает вот такой тут полотенце и пена для бритья или вот такой вот набор тут получается гордуш и дезодорант а еще мне понравился вот такой вот набор тут тоже дезодорант и гель-душ но зато с новым вкусом каким-то запахом кожа пусть печенье ладно печенье смотри есть вот такие вот наборы сейчас надо только понять что сколько стоит по ценнику ой смотри какой интересный набор тут еще и носки есть вот такой интересный тут разные вот такие вот и шапку вот тут даже можно понюхать наверное в общем сейчас будем выбирать да ребята это можно нюхать мы только что вот потерли такой запах смотри перчатки получается на всех вот вот спать сделать можно нюхать вот перчаточки перчаточки тут и и все купили ребят что хотели смотрите какая у нас очередь на кассах причем на все выходим ребят наконец из магазина наверное полчаса стояли мы в очереди идем к машине смотрите на улице уже темно уже зажглись фонари по лесенке и к машине идем а погода у нас вот такая без снега совсем хотя сегодня 19 а хотя сегодня 19 декабря все открываем машину но уже пришли домой сейчас тимочка быстренько расскажешь что мы купили мы купили майонез 2 мин и за один копки один такой вот дальше мы купили такой вот кофе потом яйца молодежь может быть четки две шоколадки разных вот нам для тортика потом пудры вот такие шоколадки сок два сутка один апельсиновый один такой мультифруктовый морковь яблоко для упаковки таких вот печенек бананы потом этих каких киви киви и виноград а и вот такие шоколадки это я себе уже купила на вечер к чаю какая-то новинка хочу попробовать а это мне надо будет для тортика все наши покупки по чеку у нас это вышло вот 93 рубля 89 копеек но тут еще кое-что было для подарка покажу вам что у меня тут происходит на кухне я уже поставила голубцы тушить получилось у меня такая целая пятилитровая кастрюля тут у меня варится картошка вот сейчас буду отсаживать водичку тут я уже приготовила все на салат салат будет мимоза хочу приготовить вот с тунцом это очень любит мой муж все из рыбы рыбу жареную рыбу вяленую поэтому решила именно для него приготовить такой салат тут уже готовое яйцо смотрите ребят хочу показать какой везде обман вот открыла баночку с тунцом посмотрите сколько здесь жидкости сейчас сольем вот это вот все жидкость и вот сколько этой рыбки пол баночки тут хоть три кусочка нам очень повезло а в этой баночке смотрите два кусочкой какой-то совсем совсем маленький вот пол банки пол банки рыбы и все везде нас пытаются обмануть так начнем ребят уже готовить мы наконец наш салат мимозу первым слоем будем добавлять картошку далее картофель надо немножко подсолить чуть-чуть буквально щепоточку а мы и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Детки все делают сами почти Такая вот у нас бумага красивая Тоже заказываю ее в Кире Вообще это как новогодняя рождественская бумага Но так как у нашего папы день рождения прямо перед Новым годом Поэтому вот всегда у него упаковка вот такая новогодняя Ребята уже сделали подарочки Покажу вам как у них получилось Вот это Кирюшин такой подарок будет Еще Кирюша сделал открытку Но уже завтра вам покажу И вот это Димочка сделал такой вот красивый подарочек Старались детки Молодцы Сейчас прячут И завтра будем поздравлять Субтитры сделал DimaTorzok